Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры о Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всякого блага, счастья, радостей, мира, кротости, смирения, добра в души ваши, в сердца ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во вся сфера жизни вашей. Чтобы все у вас было хорошо, всем желаю прекрасного денька, утра или вечера или дня и отличного настроения. Хотел сегодня сказать такое слово, вы знаете, я вот часто слышу о том, что вот, ой, да вот он тоже о любви проповедует, ты вот очень похож на него, или он на тебя, или вы вот тоже вместе о любви проповедуете. Вы знаете, слово «любовь» одно, а дела в любви разные. Конечно, слово это может употреблять каждый. Но когда вы послушаете, о каких делах говорит этот человек, о делах любви. Ведь любовь это лишь слово, да, это совокупность совершенства, как один раз очень красиво сказал апостол Павел. А вот совершенство этих дел, каких, это уже другой вопрос. Вы прекрасно знаете, что в том же самом Ветхом Завете Иисус, когда вспоминал, говорил, вам сказано, люби, ближнюю ты его и ненавидь врага твою, а я говорю вам, да. То есть, конечно же, то, что говорилось в Ветхом Завете и то, что говорится в Новом, это разные вещи. Вы знаете, прежде этого я хотел бы все-таки прочитать вам послание к филиппийцам апостола Павла. Конечно, я сам терпеть не могу, вырывать из контекста. Вы знаете, как я люблю все рассказать. И в принципе, как вы видите на экране, оно всего лишь из четырех глав. Это знаете, в том, что любые проповеди любого человека, любую его речь или слово слушать вот кусками, или вырывать, или только. Но сегодня мы, конечно, не будем его целиком прочитать. Но я хотел бы хотя бы до 17 стиха. Может быть, кто-то никогда это не слышал. Кто-то, может быть, слышал. Давайте я вам почитаю. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. Вот вы знаете, как важно знать, кто и когда, что это пишет. Вот мы видим, что послание к филиппийцам пишет даже не сам Павел. Пишет, конечно же, кто любимый его, которого он родил во Христе, которого он вырастил из ученика до учителя, да, это Тимофей. Когда-то он был молодым парнем и стал взрослым мужчиной. Павел уже старец. Павел в узах. Послание это пишется из заключения. Конечно, нам всего этого дословно не показано, но мы все это можем себе представить. Тимофей посещает Павла, и Павел диктует ему, да, и Тимофей пишет. Это очень важно понимать. Павел уже глубокий старец, да, в глубокой старости. Человек взрослый, все познавший, много проповедовавший Евангелие. Сейчас страдающий за благовестие, за истинное благовестие, да. Давайте посмотрим, я вам немножко набросал, все-таки почитаем, что же Тимофей пишет вместе со слов Павла. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося, с радостью молитву мою, за ваше участие в благоествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавшее вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, в заточении, при защищении и утверждении благовестия, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, не зря Павел все время говорит о любви Иисуса Христа. Вы помните прекрасно эти слова, которые являются у меня и лозунгом, и эпиграфом, и к сайту, и везде. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, ибо я дал вам пример, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Дело не в том, что мы любовью Иисуса любим, как мы можем любить, в смысле, его чувствуем. Мы учимся любить друг друга теми делами, какими дал нам в пример образец сам Иисус. Через них мы и учимся божественной любви. Поступать так, как поступал Он. Я сейчас не просто так все это говорю. Сейчас в конце вы все уразумеете, о чем я говорю. Защищение и утверждение благовестия, истинного благовестия. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Через дела любви мы возрастаем в познании Бога и чувствовании. Мы не только умом начинаем понимать, что такое любовь настоящая, и чувствами понимаем. Весь человек преображается в природу Бога. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновены в день Христов. Постоянно Павел говорит о том, о чем, к сожалению, люди, исповедующие протестантизм, не говорят о том, что надо еще до дня Христова устоять во всем этом собственными силами. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, вот эти, в темничные, послужили к большему успеху благоествования. Так что узы мои за Христа сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью небоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению любви к спорам, к притыканиям вот этим всем, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. То есть некоторые, правда, по зависти и любопрению проповедуют Христа, а некоторые с добрым расположением. Одни по любопрению, по любви вот к этим спорам, да, проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тем самым тяжесть уз моих. То есть, мы видим, что некоторые из братьев, так называемых, из христиан, так извращали Писание, чтобы этим самым еще наклеветать на Павла, что он проповедует не то. Кого он все время, этих братьев, кого он называет? Ну, вот этих иудействующих христиан, которые не могли отлепиться от закона. Павел, познав истинного Христа, вы знаете прекрасно, как Иисус стал проповедовать против закона. Хотя в некоторых местах он и писал по-разному, но он писал лишь, чтобы вот так вот не бесить их, так скажем, да? Но когда он оставался один, свободный, или, а иногда, как мы знаем, ведь именно он был инициатором, так скажем, ну, не он, конечно, инициатором собора были как раз его противники, но он на нем присутствовал. Пришел по тому, что его туда, естественно, тоже вызвали. Там непонятно, то ли суд, то ли собор был, да? По тому же самому вопросу, нужно ли обрезываться и соблюдать закон христианам. И Павел четко восстал, крепко, твердо, на том, что этого нету и не надо этого делать. А они тем самым проповедовали так Евангелие, такого Христа, что еще хотели, чтобы это Павлу в зло обратилось. Вот такая может быть проповедь Евангелия. Притворный, так, чтобы еще увеличить, думаю, увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви, зная, что я поставлен, защищать благовестие. Оказывается, еще во времена Павла, самому Павлу же приходилось защищать от братьев во Христе Евангелие, представляете? Вот мы сейчас думаем, смотрят даже на христиан, знаете, вот на учителей, которые палки ломают, копья друг от друга. Но вы знаете, к сожалению, это так. К сожалению, приходится всегда защищать Евангелие даже от самих христиан. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Жизнью ли то или смертью? Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Ну, на этом и закончим. Я хотел даже раньше закончить. Ну, кто знает, на моем канале Life это тоже лозунг моего канала, лозунг в моей жизни, в принципе, что моя жизнь Христос, а смерть приобретение. Я прочитал вам не просто так, да, чтобы немножечко вы окунулись, рассказал саму атмосферу и время апостола Павла и тех событий, которые были. И вы знаете, я вот хочу сегодня такое слово сказать о том, что я говорю, сколько бы вы не видели, вот, что я вот так вот бьюсь за истинность Евангелия, конечно же, Евангелие настоящее, и христианство начинается и заканчивается, как я всегда это говорю и буду говорить, надеюсь, до последнего слова вздоха, с любви к врагам, с миротворчества. Здесь только Евангелие начинается, здесь только Иисус один раз, ну, два раза, что одно и то же, что миротворцы, что любовь к врагам, по сути, очень близкие понятия, да, Иисус и называет нас детьми Бога Живого. Именно любовь к врагам через дела любви, через благословение, благотворение, желание этим людям, благо, то есть молитву, мы становимся детьми Бога Живого. Не называемся, а именно становимся, потому что мы становимся такими же, как Он. Ибо Он, Бог, повелевает солнцу Своему восходить над добрыми и злыми, над праведными и неправедными. Только через дела любви, вот эти, да, миротворчества, мы становимся детьми Бога Живого. И с этого только начинается христианство. Любить любящих любят и грешники. Даже посторонних, нуждающихся на пути своей жизни, любят и тоже грешники. И только с любви к врагам начинается христианство. Это не говорит, что ты всего остального, как я говорил, делать не должен. Христианин, который не любит любящего, апостол Павел прекрасно сказал о таких людях. Вы хуже неверных и отреклись от веры. А значит, где вы будете, несмотря на всю вашу веру во Христа, в гиене огненной. Потому что ты, если ты еще верующий, называешь христианин, если ты не любишь любящих людей на пути твоей жизни, тебе встречающихся, ты давно хуже неверного и давно отрекся даже от того христианства, которым ты пытаешься называться хотя бы в таких малых вещах. Поэтому, конечно, вы знаете, я хотел сказать, я просто так много раз слышал, знаете, и относительно себя, и относительно других, ну и в общих разговорах, в каких-то общих переписках, там, где-то в группах, в общении в каком-то частном, в общем, на страницах у кого-то я вот такое слышал, я говорю, видел. Изус проповедников. Сам я именно разочаровывался, так скажем, в проповедниках, в тех же самых. Слушал, слушал. Вроде кажется, сначала красиво поет соловьиные песни. Потом проходило время, конечно же, я со многими, кто знает, я сам все время искал контакты. Переписывался, общался по скайпу, у нас даже записи есть в интернете. С некоторыми лично встречался, да, знакомился. Вы знаете, когда я узнавал уже какие-то вещи, которые либо не говорят эти проповедники публично, да, живут, порой, бывает, вообще чуть ли не двойной жизнью, да, слова их какие-то, которые они никогда, я говорю, публично вам не скажут. Но я-то, задавая вопросы, узнавал это, да, при общении, понимал, а иногда и прямо, я говорю, спрашивал, получал ответы. Видел их не дела, соответственно, житейские обычные или поступки. Вы знаете, я говорю, или более подробно изучал там контент, как это называется, да, того же самого проповедника, блогера. Конечно же, слушаясь, одно дело, одну какую-то тебе сбросили, там проповедь послушал, ну да, может и так, я говорю, он мог говорить о любви, о любви. Это слово можно говорить всем. Что ты в него вкладываешь, да, это огромная разница. Мы прекрасно на примере Иисуса видим, что любовь к ближнему, которую вкладывал Моисей в своем законе, и любовь к ближнему, которую вложил Иисус в своем Евангелие для нас, это противоположные вещи. И вот я хотел вам тоже сказать, просто, знаете, чтобы вы обратили внимание на этих людей. Вот вы когда слушаете даже о любви, конечно же, если мы слышим Евангелие, которое не говорит нам ни о бессмертии, ни о свободе человеческой души, его свободной воли, и души, и тела, конечно, кстати, да, нас порабощает все порой, нас рабами делают во всем. И, конечно же, не говорит о любви, как сути божественного естества, о том, что все мы должны в это прийти, и что Царство Небесное – это и есть Царство людей, которые свободно избирают любовь, добро, святость, свет, да. Это не из-под палки люди, где сами чернее ночи и в белоснежные брачные одежды одеты, и сами негодяи, но почему-то в Царстве Небесном. Нет, конечно же, это люди, добровольно решившиеся быть святыми, не только называться, но и быть детьми божьими, как писал об этом Ман Богослов. Это, конечно, первое, что вот хотел сегодня сказать. Я говорю, вы обратите внимание, потому что, вы знаете, очень часто весь христианизм, я уже давно, христианство, свелось к закону Моисеева, к иудаизму, если хотите, к мусульманству, к чему угодно, да, к обычной нравственности, к СССРовской, любитом, типа, мир, как там был, мир, братство, да, что-то такое, дружба народов, вы знаете, нет, вся эта дружба народов мы видели, до чего докатывалось. Почему-то, когда палку убирали, колючую проволоку вокруг обнесенную, мы видели, какая там любовь жила. Потом почему-то русские бежали со всех стран СНГ, где же тогда там любовь-то? Вот, причем я не отца, у меня вот бабушка, кто знает, 95 лет, жива за стеной, она мне такие вещи рассказывала про 60-е годы, про западную Украину, она там была с моим дедушкой, она мне эту историю каждый раз, ну, она, правда, и в здравой памяти, ну, старые, чем живут, только в прошлом, она каждый раз одно и то же рассказывает, в принципе, как я захожу на кухню, она мне миллион раз уже эту историю, она мне в голову въелась, как их оттуда, как им прямо угрожали, это в 60-е годы, это, ну, в 70-е, 65-е, через 10 лет всего после Великой Отечественной войны. Они уехали оттуда в 65-м году, не при развале СССР, им стали прямо угрожать на Западной Украине. Кстати, к чашнему вопросу, вы не думаете, что это я специально, это действительно так мне, вот она, ну, вы знаете, у бабушки там несколько воспоминаний, так скажем, ярких, она все время почти одно и то же говорит, какие-то вот эти яркие, которые ей запались, и я вам реально это рассказываю, потому что она мне это говорит постоянно, это в 65-м году, по-моему, она говорила, это всего 10 лет после Великой Отечественной войны, как ее называют, оказывается, там уже нельзя было русским находиться, все думают, сейчас там что-то, какой-то национализм, да вот вам, пожалуйста, и это я ни от кого-то, ни из книжек знаю, собственный родной человек живой, сидит мне это рассказывает, что они уехали, их вынудили оттуда уехать, ну, им прямо сказали, либо уедете, либо у вас будут большие проблемы, все, она сказала, мы собрались и в один день уехали, это в 65-м, это не 89-е, не 91-е года, 89-91-е, почему, когда я слышу эти сказки про СССР, как там все было хорошо, вот у меня, хотя бабушка тот же самый СССР боготворит, но при этом рассказывает такие вещи, я ей говорю, ну, я уже с ней, конечно, не спорю, бабушке себе не пытаюсь ничего доказать, а сам на ус мотаю, что все, что я думаю, есть, оказывается, истина, да, то, что мы не хотим просто признать порой правду, мы видим несостыковки. И здесь то же самое, вы знаете, я же лично с теми же самыми проповедниками общался, кажется, все говорят о любви. Слушай, а доходит речь до любви к еретику, как вы говорите, нет, сжечь на костре, будь в гиене огненной, все некрещенные будут в аду. Я говорю, слушай, ну, какая же тут любовь-то, да? Иисус сказал, человек будет судиться по делам, может, ты хуже него будешь. Вот это Евангелие, да. А это разве Евангелие? Это больше похоже, я даже не знаю на что. Вы когда ковырнете просто поглубже, вы скажите, ну, а что вот будет? Как, разве он будет судиться по вере-не вере? Может, он будет лучше тебя? Вот такой вот притворный Евангелие он какой-нибудь услышал или полное законов и обрядов, а ему не нужно, нормальному человеку вообще это не нужно. Он такое увидел, он сказал, не-не-не, и дальше живет без Христа. Но по чистому сердцу, по свету, который просвещает всякого человека, он лучше тебя, может быть. Насчет своих, пожалуйста. Это сейчас нам кажется, знаете, мы вот так легко к этому относимся, сейчас вроде бы секты, там, православные католики, протестанты никого не сжигают, и мы думаем, да ладно, было, да прошло. Нет, подождите, это же всю историю было. И до сих пор есть гонения внутри там у них. Когда-то, я говорю, до лишения жизни доходило, сейчас, может быть, это немножко подутихло, и что? Раньше-то было. И сколько людей были в этом замешаны? Тысячи, миллионы, а в процентном соотношении. А любовь-то какая? Смотри, любовь любовью, а своего можно еретика побить камнями, сжечь. Тот же самый иудаизм, тот же самый закон Моисеев, пожалуйста, вам. Разве это Евангелие? Разве Иисус повелевал сжигать всех неверных? Вот когда католики это делали, когда делали это православные со старобрядцами, жидовствующими со всеми. Это как это называется? Когда протестанты, сами отвалившись от католиков, когда начали тут же еще почковаться, стали друг друга прессовать. Кто изучал историю, тот это все знает. Доходило до убийства то же самое. Кто знает, что творилось? Думают, протестантизм прошел без крови? Посмотрите. Поизучайте историю, чтобы не думать, что я голословный. Почитайте, что творилось в то время. Так это что, Евангелия, оказывается, нет, смотри. А ведь на все это благословляла церковь, так называемая их, их не, там, секты. Так, Иисус никого не убил, никакой патриотизм не проповедовал, когда весь еврейский народ и вся земля обетованная находилась в римском Иге, ибо была римская империя. Иисус ничего этого не проповедовал, никакую Родину не защищал. Спросишь, патриотизм что, можно убить? Да, нужно убить. На твою землю пришли все, русские тут все насыют, сейчас бедные китайцы их захватят, американцы. Разве Иисус не говорил, сами идите по всей земле, а тут даже мы их к себе ищем, вы пусть идут на здоровье. Разве Иисус не говорил, снять рубашку? Разве Иисус не говорил, с принуждающим тебя идти одно поприще, идти два? С принуждающим тебя? Разве Иисус этому не учил? Разве Иисус учил патриотизму? Нет. Разве Иисус учил убивать? Не важно. Вопросы одни и те же. Я когда начинаю, и мне начинают, ну а вот там пришел в дом к жене, я говорю, да, ты защищаешься каким образом? А грудью и спиной все. Чужую жизнь ты забрать не можешь. Иисус об этом чет сказал. Ты можешь положить свою. Ты должен положить свою. Так же должна сделать и твоя супруга, если она христианка, и все, кто у вас окружает, все, кто христиан. Иисус не учил полагать чужие, играть на рулетке, я там выстрелю, а там убью, хорошо. Нет, я, ну меня убьют. Типа я душу положил. Ты никакую душу не положил. У тебя просто не получилось положить чужую. Ух ты все. Это не христианство. Слушай, а к животным как? Если Господь нас к людям учил с такой любовью к врагам относиться, а животные безобидные, вы охотитесь, вы их в зоопарке, в цирке, в клетке запираете, вы их пожираете, сначала размножая их. Слушай, где тут христианство, если Господь учил нас врагов любить? Не то, что беззащитных животных, врагов. Уж понятно, что все до любовь к мирозданию, к природе, к животному миру, к растительному, к любящим нас, особенно любовь должна быть, к нуждающимся, которые встречаются на пути нашей жизни. И это пока только норма, это пока ты только человек. И христианство твое начнется, когда ты начнешь любить врагов. Общаешься с такими проповедниками, христианами, думаешь, это что, христианство? Нет. Конечно, когда вы ковырнете, я вам советую присматриваться внимательно к людям, к тому, что они говорят, задавать им вопросы, не бояться, как они ответят вам лично. Публично они могут не так ответить. Пишите им лично, спрашивайте какие-то вопросы, ответы. Спросите насчет этого, как он насчет убийства беззащитных животных, насчет охоты, насчет зоопарков, цирков, насчет пожирания трупов убитых животных в угоду своему чреву, насчет еретиков, насчет захватчиков твоей земли, якобы захватчиков, да пусть приходят с земли навалом. Че? Кому мешает-то? Вы святите Евангелие, они сами к вам пришли, какая радость, ходить никуда не надо. Иисус запрел, идти мы вообще ничего не делаем. Поспрашивайте их, напишите им в личку, что они вам ответят. И вы сразу все поймете. Вы понимаете, слово любовь, она еще ничего не значит. Что за ней скрывается? Вы знаете, ведь Иисус, когда ссылался на Ветхий Завет, люби ближнего, ненавидь врага твоего, все прекрасно знают, что никто не может остолковать, откуда Иисус взял ненавидь врага твоего, потому что прямой такой заповеди вроде бы казалось бы не было. А Иисус взял всю совокупность Моисеева Закона. Этого убей, этого убей, этого за это, этих за это, целый список смертельных преступлений. Но люби ближнего еще есть прямые ссылки, понятно, Моисей так говорил. А как бы ненавидь, но он говорил, да, убей этого, убей этого, но слова как бы вроде как такой заповеди нету, да. А Иисус прямо говорит, что так есть. Это весь дух закона Моисеева, да. Ну, я к чему хотел сказать, об этом я тоже часто говорю, сейчас еще вот поговорил, и в принципе на этом хватит. Я вас просто призываю к трезвости и действительно к пониманию. Что такое Евангелие, что такое любовь, что такое истина, которая есть именно в любви бесконечной ко всем. Никого ни на кого не делище. И при этом вот именно это не говорит, что ты, мне говорят, вот ты сам со всеми, получается, из-за этого споришь, ты со всеми примирись, типа вот всем ножки поцелуй. Нет, Иисус так не делал, так не делал его апостолы. Это и есть стояние в этой истине. Я любого накормлю, напою, в нужде подам, помогу. Я их не обзываю, не кричу, не матерюсь, в ад их не посылаю. Ну, просто я говорю истину и этим делаю всем врагом. И кто видит, когда у нас даже бывают беседы какие-то публичные или закадровые, вот, я просто стою на своем. Точно так же, как это делал Иисус и потом его истинные ученики. Вот. Это отдельная тема, я на нее тоже как бы говорил, что любовь к истине в этом плане, она дороже псевдо-любви к человеку. Если ты ее правильно, я ее называю псевдо, если ты ее неправильно проявляешь. Или тогда это и есть любовь к человеку, когда ты в себе не гасишь истину прежде всего. Вот. Ты же ее ему, я тоже, я же никому ее в голову не вдолблю. Я-то как раз их на этот, как его называют, какую-нибудь гильотину не кладу, там растягиваю, чтобы они приняли мою истину. Нет. Вот. Но я ее благовествую и от нее не отказываюсь, когда пытаются меня заткнуть. Да. А что я хочу еще сказать, как бы дальше вот продолжить и уже закончить, в принципе. Что вы знаете, да, на самом деле, как бы я так не говорил, и это я опять же с христианами, допустим, мой такой, кто мнит себя христианом, к нему у меня особые, особые претензии, да, особый с ним разговор. Конечно же, вот как Павел тут написал, казалось бы, проповедь этих людей, которые с притворством и с завистью это делали, еще и хотя, желаю, Павла Узы отяжелить, да, чтобы там наклеветать на него что-то, его мало то, что за благовестие посадили, так еще они хотят, что он кривое благовестие, чтобы он еще с позором, все это как Иисус был, типа, убит с позором, хотели, чтобы все это в ложь превратилось, что он даже достоин смерти, как еретик, да, Павел говорит, что я этому даже радуюсь. И, конечно же, вы знаете, какие бы эти псевдо-христиане не были, да, потому что, если я не слышу проповеди Иисус христианина о любви к врагам, ко всем, даже к завоевателям твоей земли, твоего дома, отсутствие любви к животным, да, к природе, конечно же, я понимаю, это никакой не христианин, но с другой стороны, я говорю, не подумайте, что я не радуюсь такой проповеди. Понятно, я понимаю, что даже тот же поп, который там, я говорю, ничего такого высокого не проповедует, но если даже он там своим прихожанам, как их называют, говорит, хотя бы ты слышишь, ты хоть жену свою не бей, а то будешь в аду гореть, и тут не бьет, ну, конечно, то, что он еще адом пугает, я говорю, в этом нет ничего хорошего. Вся эта праведность от закона, от страха законического, она ненадолго, она лишь до того, пока этот страх над тобой давлеет. Убери этот страх, палка, и он останется тем же, кем он был, если не станет еще хуже. Вот. Ну, так в теории, конечно же, я понимаю, что в жизни и это хорошо. Конечно же, если в той же самой, как говорят, не все время ты что там, вот, ты там наезжаешь, а ведь и православная церковь что-то делает, какую-то помощь кому-то, и протестантам, вот это вот делают, этим я говорю, ты хорошо. Я говорю, я радуюсь, я никогда добрые дела никогда в жизни не осуждал. Любое доброе дело, мне скажи, что они сделали, я скажу, хорошо, так и грешники это делают, и грешники любящих их любят. И даже грешники помогают порой нуждающимся, а многие помогают больше, чем таких псевдо-христиан, которые рубля лишнего на улице не подадут, все в семью. Единственный, она будет ходить на Пасху, на Причастие, куда угодно, она рубля лишнего из дома, или он не вынесет. Все в семье у них остается. А язычники есть, которые помогают всем вокруг. Она и собак кормит, дворовых, и бомжу какому-то помогает, и соседку содержит, и ходит за ней ухаживает. Поэтому это я говорю, это еще ничего высокого. Если вы даже это делаете, где-то такая проблема, это хорошо. Но это еще не Евангелие. Я, конечно же, в душе, я этому радуюсь. Я прекрасно понимаю, что это хорошо. Я не пытаюсь заткнуть этих, если вы его услышали, вслушивайтесь в моей речи. Я не говорю, что всех их надо на костре сжечь. Я просто говорю, что это еще не Евангелие. Это не христианство. Мы призваны благорестовать Евангелие. Это любовь к врагам и всему Богом сотворенному, тем более к природе беззащитной, которая нам ничего ответить не может, к животному миру, к растительному миру. Естественно. Естественно, к любящим нас. Особую любовь мы должны проявлять. Павел говорил, будем любить всех, но тем более своих, поверь. Конечно же. Единомыслим, недодушные тебе люди. Братья, сестры, родственники, которые тебя в любом случае любят, жена, муж, к ним, а с особой любовью надо относиться. Естественно, к посторонним мы должны не так по желанию, и сердцу. Это вообще наш долг христианский, помогать людям на пути нашей жизни. Но высота и истина и сыновство и дочерство Богу это любовь к врагам. Это очень важно понимать. Поэтому я говорю, я никогда им рот не затыкал. Я не говорил, что всех их надо с лица земли стереть, они несут полную ахинею. Я когда отвечу протестантам про то, что они суд отвергли Христов по делам, вот именно думают, что они спасаются какой-то нетеряемой праведностью по вере, это же абсолютная ложь, не евангельская. Я это всегда доказываю тысячами ссылок из писания слов Иисуса Христа. Я не просто ругаюсь. Я хочу, чтобы наоборот все эти просто пастыри дошли бы до всех и начали бы Евангелие Христа проповедовать. Это же здорово было. Им бы чуть-чуть поправиться и все бы хорошо было. Вот. Это очень важно понимать. То есть, конечно же, я не зря вам прочитал это послание апостола Павла. Вот. Пересказать свой дух, что я вот это все тоже чувствую. И, конечно же, когда вы от меня такое слышите, это не говорит о том, что я, я говорю, не радуюсь, что это есть. Я любому добру в мире радуюсь. Любому. Кто бы его не проявил. Вот. Кто бы что не говорил. Ну, Иисус нас призвал к совершенству. Ну, кто бы что, я именно там хороший не проповедовал, не делал. Да я всегда скажу за аминь, не поглажу по головку и перед человеком сам предклонюсь ему, в колени поклонюсь. Действительно, за то, что он сделал доброе дело. Этот человек будет неприятен и любезен. Вспомнить, как к Иисусу подходит, как вся рассказывая история, вам расскажу, идет Иисус, подходит к нему некий человек богатый, да, и вот он там, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ему спросил про ветхозаветные заповеди. Он сказал, соблюдаю все, да, от юности. И как написано, что Иисус взглянул, полюбив его. Да я любому человеку, который хоть 10 копеек лишнему подал, я сам готов ему в ответ на шею вместо этого нищего броситься и расцеловать его, какой он хороший, отблагодарить, как будто он мне подал. Да я любому добру рад. И на самом деле, лично как раз, кто меня знает, я когда встречался с кем-то, я искренне на самом деле обнимаю, целую даже самого еретика. Вот. Тем более знаю, что если он, допустим, хоть что-то говорит, хоть вот именно, хоть о любви к любящим, пусть он хоть иудаизм проповедует с любовью к ближнему, и то хорошо, если он хотя бы не злобу сеет. Но опять же, чем это может закончиться? Я говорю, любовь к своим, чем можно закончиться? Любовь к своей родине, чем заканчивается? Убийством всех неугодных. А зачастую, вы знаете, как все эти войны, это лишь границу нам рисуют. Сегодня почему-то она там была, а это были мои друзья. Сегодня мне поближе нарисовали, а они вдруг стали моими врагами. А оказывается, там у них наверху что-то поделить не могут. Это же бред. И почти все войны так. Вот. То есть тут же надо, я говорю, все со здравым умом. Почему я говорю, что такая любовь от любви до ненависти один шаг? Какую он любовь проповедует? Я терпеть не могу, когда проповедуют. Почему я говорю, любовь к родине? Это же бред. И это проповедует патриарх там, папа. Какая любовь к родине? Ты что сеешь в сердцах человеческих? Ты уже заранее сеешь ненависть ко всем остальным. Это же факт. Потому что завтра вы скажете в фас на тех, кто вне этой родины. И они идут. Вы никакую не любовь не проповедуете. У христианина нет никакого отечества. Да пусть приходят, пусть селятся вон. Китайцы, американцы, украинцы. Кто хотят, пусть заседляют нашу страну. Вы что проповедуете? Сидите 150 миллионов на шестой части земли. Совсем что ли? Обезумели. Как я буду такое говорить, что это хорошая проповедь? Он проповедь к чему? К человеку проповедует? Нет. Какой-то невидимой родины, которой сегодня где-то границы нарисовали, а завтра будут границы в другом месте. А то, что эти же границы когда-то проявились такими же царьками до этого царствующими, кровью все это объединили. И может те люди отродясь и не хотят быть с нами. И их теперь надо держать палкой. Если они захотят выйти из-под этой палки, их надо уничтожить. И так бывает. Конечно, я против этого. Как я буду не против этого? А если я говорю самый последний поп, пусть он алкаш и пьянец, если он сегодня Ваське сказал с Манькой, чтобы они не дрались больше, а детей воспитывали и не пухали там, сидели дома. Я и этому рад, конечно же. Конечно же, это до Евангелия далеко. Но и это хорошо. Когда человек призывает хоть какой-то, хоть любви к ближнему, хоть я говорю, он лишний раз дома никого не тронет, и то хорошо. Но это далеко не святость. И это им он сегодня тоже должен начать с малого, а закончить великим. Вчера ты бросил людей грабить, сегодня ты сам благотвори, завтра ты сам благотвори. Вчера ты бросил, очень хороший образ прошлого, настоящего будущего. Вчера ты бросил, завтра давай, а сегодня переквасься. Уклоняйся от зла и делай добро. Вот и все. Вот так вот. Поэтому, конечно же, любое добро, никто его само добро и никогда не осуждает. И хорошо, что этот человек кто-то что-то делает. Почему? В свой тот же адрес. Да я всегда приму укор, когда мне говорят, вот ты тут холодным остался, ты тут не отреагировал на любовь. Да я сам себя корить буду. Если мне кто-то такими вещами тыкает, да я всегда принимаю. А это нет. Я говорю, я всегда буду противостоять и проповедовать истинное Евангелие, в котором нет места ни патриотизму, ни убийству животных, беззащитных существ. Не то, что я говорю, которые тебе с дачи могут дать, вон, врагов любить, которые тебе башку может отшибить. Иисус учил. А тут что? И так везде, чего ни коснейся. Я говорю, патриотизм. Какую родину ты любишь? Ты за кусок земли бездушной убиваешь человека, который призван к покаянию. Да ты ему яви любовь свою. Да пусть он пашет на этой земле. Так что вот так вот. Вот я хотел сказать, так не знаю, что еще добавить. В принципе, я все выпалил, что хотел. Слово «любовь» одно, но вы обязательно вслушивайтесь, каким делам призывают вас. И вы сразу поймете, это христианство или нет. Любовь – это только слово. Это только совокупность. Это все может сказать «Бог», «Есть», «Истина». Это же не сказать ничего. Я в истине. В какой? Что такое истина? Да, слова у нас эти сыруются, понятно. Святость, Бог, истина, совершенство, любовь – это все «Бог». Хотя, видите, есть и другие слова. «Есть», «Есть». Для меня это Иисус и Христос все одно слово. Все «Бог». А дела-то какие? Это очень важно понимать. И для себя, и для других, и потом самим, если вы будете светить. А вы в любом случае будете, потому что вся ваша жизнь это уже либо свет, либо тьма для кого-то. Ну, на этом у меня все. Я рассказал, что хотел. Надеюсь, вам это будет полезно, назидательно, отрадно. Что-то вы для себя примете и подкорректируете свою жизнь, свое мировоззрение. Я говорю, тут курица и яйцо, непонятно. Вера, конечно, дела от веры, но и совершенство веры достигается делами. Так и здесь. Сначала услышал. На самом деле, истинность ты узнаешь только на практике. Надо будет попробовать, так поделать, и вы узнаете правдивость этих слов и их истинность. У меня на этом все. Всех по-братски обнял, поцеловал. Был рад видеть и слышать. Хотя я вас, казалось бы, по другую сторону экрана не вижу и не слышу, но это не так. Я вас чувствую всех. Все. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.